Апгрейд продолжается. В Бобруйску выделено дополнительное финансирование из Республиканского дорожного фонда. В план работы включено также Минское кольцо. Что еще в списке? Взятки негладки. Оперативники задержали замдиректора одного из предприятий города. Он получал взятки от представителя строительной фирмы. Какова цена вопроса? Письмо Богу. Записки с местной стены плача доставлены в Иерусалим. Возьмем эти письма и отнесем в настоящий Иерусалимский храм. О чем не стоит просить Всевышнего. А также экономический блок, желейные мешки и золотая осень. В Беларусь пришло бабье лето. Надолго ли тренд? Продукцию нужно перестать делить на социально значимую и незначимую. Об этом президент заявил на совещании с экономическим блоком правительства. 6 октября запрещен всякий рост цен за исключением индивидуальных решений министра или председателя обл. исполкома за нарушение ответственности Генпрокуратуры и Комитета госконтроля, задержание и уголовные дела. Александр Лукашенко поставил задачу вернуться в следующем году к однозначным величинам инфляции не более 7-8%. Для контроля создана рабочая группа. В ее составе КГК, профсоюзы, Белстат, депутаты и сенаторы. Губернаторам поручено взять с полей все, что еще осталось до последнего гектара. Я вынужден вмешиваться в ситуацию. Уже очевидно, что правительство, профсоюз, обл. сполкомы, Мингородсполком, депутаты, Комитет госконтроля не справляются с растущим валом цен. Есть факты необоснованного повышения цен производителями продукции. Лес как был, так и остался на территории Беларуси. Молоко, мясо и прочее, яйцо. Как производили здесь в прошлом году, так производим в этом. Только уже и удобрения, и кредиты, и расчеты с сельским хозяйством, и топливо, и газ, и нефть и прочее. Бери не хочу. Поэтому вопросы к товаропроизводителям. Взвинчивая торговые надбавки на сотни процентов, мы также повышаем цену. То есть производитель, посредник, Но это вы мне ответите, почему они до сих пор у вас есть, особенно в Беларуси. И торгаши накручивают цены на всей цепочке. Если не так, скажете, что это не так. Исключить из продовольственных цепочек посредников, жестче контролировать сети супермаркетов, проверить белорусских представителей крупной промышленности на внешних рынках. Это минимальные меры, которые требует глава государства. На прилавках должны быть товары надлежащего качества в широком ассортименте и по справедливым ценам. Перешел к красную черту. В Бабруйске за взятку задержан замдиректора одного из предприятий. Мужчина отвечал за линию капитального строительства и неоднократно получал конверты за решение вопросов, которые связаны с заключением договоров на выполнение работ и их оплатой. Таким образом, в кармане менеджера оказалось больше 5000 рублей. Он получал взятки от представителя строительной фермы. Денежные средства ему передавались наличными. Которые он зачислял на свой счет через банкомат. Возбуждено уголовное дело. Замдиректора арестован. Правоохранители проверяют его причастность к другим подобным фактам. Международная арена, белорусские сладости и приморский курорт. Белавия будет летать из Минска в Анталию и зимой. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Президент подписал указ о награждении ордена матери. Получат его те, кто родил и воспитывает пять и более детей. Это женщины разных профессий, от медицинской сестры до домохозяйки. В списке 242 жительницы всех областей и Минска. В том числе и четыре бобручанки. Союз промышленников Беларуси и России. Участвуют в международной выставке, которая проходит в Москве. В объединение входят крупнейшие предприятия по производству сельхозмашин обеих стран. МТЗ, например, презентовал первый беспилотный трактор. Это очередной шаг в развитии цифровых технологий в машиностроении. Белавия планирует организовать чартерную программу, благодаря которой курортный город на юге Турции можно будет посетить не только летом, но и в зимний сезон. Недавно длительность рейса Минск-Анталия сократилась на 30 минут. Полеты совершаются через Волгоград и Астрахань. Белорусские кондитерские предприятия планируют увеличить объемы и ассортимент импортозамещающей продукции. Больше всего производят желейный мармелад. Только за полгода доля таких товаров – 47% от общего количества. Цель – выйти до конца года на уровень 340 миллионов долларов. В страну пришло бабье лето. Уже в пятницу синоптики прогнозируют до 19 тепла. Ночью будет около 10 со знаком «плюс». Ожидается переменная облачность без осадков. Утром местами слабый туман. Питер юго-западный до 9 метров в секунду. Такая погода сохранится и на следующей неделе. По комфортному пути городу выделено доп. финансирование из Республиканского дорожного фонда. Это связано с тем, что ряд регионов затянули с ремонта магистрали и потеряли возможность освоить целевые деньги. Речь идет о Шкловском и Кречевском районах. Средства перераспределили в Могилев, Белыничи, Дребин и Бобруськ. В связи с получением дополнительных объемов денежных средств увеличены объемы работ по улице Минской и по улице Урицкого. То есть, если вы заметили, по улице Минской мы сначала сделали работы до Кошкомбината. Сейчас в план работы включено также Минское кольцо. На Урицкого деньги планируют пустить на апгрейд тротуаров. В 2022-м Бобруське проведена колоссальная работа по ремонту уличной дорожной сети. Уже сделано более 220 тысяч квадратов, что на порядок больше, чем за весь прошлый год. В Могилевской области должно быть обновлено 760 тысяч квадратных метров. Из них 75 тысяч капитально. Вместо силы и надежд 15 тысяч человек посетили стену плача в Бобруськом еврейском дворике и оставили записки самыми сокровенными желаниями. И далеко не у каждого есть возможность совершить паломничество в землю обетованную. Все послания доставлены в Иерусалим. Об этом позаботился раввин Шауль Хабаба. Продолжит тему Татьяна Горбач. История, воплощенная в архитектуре. Еврейский дворик на Чингарской – знаковое место для каждого бобручанина и обязательный пункт туристического маршрута. Торжественно его открыли в 2019-м. Внутри пешеходные дорожки, ухоженные клумбы и уютная беседка. Но не все знают, что здесь есть стена плача, куда верующие вкладывают свои послания Богу. Спрос очень большой. В течение дня можно увидеть, что люди приходят и приходят и приходят. Кто просто поблагодарит Богу, кто у кого какие-то проблемы, вопросы, обращаются. И мы стараемся вот ежедневно убрать отсюда записки и отвезти их раз в две недели, раз в три недели. Как кто там летает в Иерусалим, мы с ним отправляем это в стена плача. История появления записок в стене плача имеет древние корни. Более трех веков назад человек, который собирался в путешествие, забивал меж камней гвоздь и рядом нацарапывал заветное желание. После благополучного возвращения он его вытаскивал. Чтобы не портить святыню, раввины призвали верующих писать на бумаге. Миллионы людей ежегодно посещают сакральное место и возносят молитвы. Два раза в год оставленные послания вынимают и захоранивают на Масличной горе. Бобручане, независимо от вероисповедания, могут оставить письма Богу в еврейском дворике. Важно, чтобы записка была написана собственноручно и содержала самое сокровенное. Нельзя только просить чего-то дурного, например, зла другому человеку или большого богатства. А вот о счастье и здоровье можно молить сколько угодно. За два года в Бобруйской стене плача было оставлено свыше 15 тысяч записок с просьбами. Ведь далеко не у всех есть возможность совершить паломничество в землю обетованную. Месяц назад раввин Шауль Хабаба собственноручно отвез в Иерусалим письма с молитвами горожан. Значит, друзья, вы писали, писали, писали очень много письма в Бобруйской стеноплаче. И мы теперь возьмем эти письма и отнесем в настоящий Иерусалимский храм и помолимся с вами за мир, за добро и благополучие. Спасибо. В июне в еврейском дворике открылся памятный знак «От жизни к жизни», посвященный жертвам Холокоста. Проект воплощен благодаря неравнодушным бобруйчанам со всего мира. Тогда же были заменены и прежние баннеры на стенах старой синагоги. Сейчас завершаются работы со стороны Ченгарской. Автор этих фресок – Ехель Офнер, израильский художник. И наши бобруйские художницы любезно согласились нарисовать эти картины именно с картин этого израильского художника. И эти картины повествуют, конечно же, о жизни хасидов. На этих картинах увидеть еврейские праздники, еврейские традиции. Мы можем увидеть, как каждый день происходят утренние молитвы. Еще с 19 столетия Бобруйск считался мощнейшим культурным и общественно-политическим центром белорусских евреев. Не случайно его называли «Городом сорока синагог». В наши дни единственный иудейский храм располагается на социалке. За 200 лет его непростой истории здесь размещался военный склад, ателье и даже мельница. Лишь в конце 20 века здание вернулось к общине. Двери открыты для всех желающих. Синагога – это греческое слово. На иврите – бнейкнесет, то есть дом собраний. Здесь можно провести весь день. Здесь молятся, здесь учатся, здесь кушают, если есть такая необходимость. Здесь решают всякие разные вопросы. Здесь читают книги, здесь есть небольшая детская группа, чтобы дети могли провести здесь день. То есть вся еврейская жизнь происходит здесь. Бобруйская еврейская община пользуется поддержкой и уважением в городе. Она живет и развивается. Люди собираются вместе, делят радость праздничных дней и боль потерь. Воспитывают детей и помогают тем, кому тяжело. Впереди огромные планы. Строительство площадки для проведения кулинарных мастер-классов и собственный музей. Проект здания в стиле хай-тек уже есть. Подарил известный израильский архитектор. Сооружение из бетона и стекла органично впишется в дворик на Ченгарской. Осталось воплотить его в жизнь. Татьяна Горбач, Максим Галеонко, Бобруйск-360. Картонные папки и пожелтевшая бумага. В Беларуси отмечают День архивиста. В этой сфере работает не одна сотня человек. В сентябре служба отметила вековой юбилей. Символично круглая дата выпала на год исторической памяти. Самый древний документ страны датирован 1391. Всего же в хранилищах насчитывается более 13 миллионов справок, выписок и свидетельства разных времен и событий. Только в Бобруйском архиве почти 250 тысяч. Архив является зональным. Обслуживают пять районов Могилевской области. Это Сиповичевский, Глузский, Кличевский, Кировский, Бобруйский районы. По состоянию на 1 января 2022 года в архиве хранится 967 фондов. К слову, согласно новым утвержденным правилам, документы, которые хранятся в госархивах, кроме тех, что переданы в учреждение на основании договора, будут считаться историко-культурным достоянием белорусского народа и находиться только в собственности государства. Постановление вступит в силу с 27 октября. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА